Господа, всем добрый день! Наконец-то мы добрались к новинке этого года Кастингом комплекта Vigor Да, ну меня уже просили про это снять Наверное, уже пару месяцев, типа, Максим, когда у вас там выйдет ролик по Vigor, да? По катушке и по палке Но у меня от руки не доходили, ребят, вот сейчас дошли И я, блин, под очень большим впечатлением Я думаю, что это сейчас вообще самое крутое, что можно купить за эти деньги Без шуток, ребят, я вчера уже обловил, то есть я вчера его первый раз взял на рыбалку Получил я где-то его позачарал, вот так вот, да? В свое распоряжение И где-то вот, наверное, сходил я сделать фотографии, да? На сайт разместил у нас, как обычно Потом пошел поснимать для вас обзор, покидать И вместо этого переключился полностью в общем на рыбалку Так что будет в конце ролика отдельный кусок С рыбалкой, с этой палкой, с этой катушкой В общем, с этим комплектом прямо вот Он самый, который у меня в руках А вот он отрывочек Ребята Так что там будет, чтобы посмотреть, не пожалеете Что касается обзора Давайте вот сейчас вот именно поговорим про сам комплект Почему я сразу вам сказал, что это, наверное, лучше, что сейчас можно купить за эти деньги Но вот я его как взял в руки, как им покидал, ребят И как посмотрел на все это дело Как это все собрано, как это работает С какими там весами, с какими воблерами Блин, ребят, ну я не знаю Я просто, ну, я достаточно хорошо знаю этот рынок Вот, по поводу кастингов, там, спиннингов, катушек и всего прочего Но я вообще не вижу никаких конкурентов Это просто уже топ Вот это уже прямо вот топ Это прямо вот вышка, это прямо вот круто Говорит человек вам, у которого есть все катушки Cadence Давайте так вам скажем, у меня есть все их катушки Вот, абсолютно Вот, только красный, по-моему, нет Она есть у моего друга Но я ее тоже покидал, я знаю, что я на себя представляю То есть у меня есть и CB5, и CB6, и CB8, и Essence И вот теперь у меня есть Vigor И катушка самая крутая Причем я даже скажу, что она круче, чем Dive Atatua Вот внезапно, это круче, чем Dive Atatua, ребят По поводу палки Что, допустим, мне приходит в аналоге Допустим, Z-Rex Axelon, да Или, например, Zemex Rexar Но она круче, чем и то, и другое В общем, я не знаю Вот за то, что это стоит Лучше купить, я думаю, нельзя И вообще, вот, в ценовом сегменте И по палке, и по катушке до 10 тысяч рублей Наверное, даже Может, до 15 тысяч рублей Ничего вы лучше не купите Вот, меня там просили Сказать, какой комплект можно собрать за 15-20 тысяч рублей Что прям круто Вот, ребят, вот это прям круто За 15, ну, где-то там 15 плюс, да Это все вместе стоит И давайте теперь поговорим более детально, да Сначала немножко про палку или про катушку Про что вам больше хочется послушать Давайте, наверное, про катушку, да Вот, когда я взял в руки Я сразу смотрю, блин, офигеть, да То есть, ну, вот Я не знаю, как вам камера там что-то передает Сейчас солнце что-то такое непонятно, да То есть У нее такой цвет интересный То есть, она как бы зеленая блеска Но Когда вы так вот немножко отклоняете Вот, видно вам или нет, я не знаю Она начинает фиолетовым отсвечивать Вот я сразу, как увидел еще фотографии Я сразу подумал, блин, это точно Типа как Абу Гарси у Майка Аканелли Кто знает Ну, если кто-то знает, кто такой Майка Аканелли Это там чемпион басмастер классик В общем, такой суперкрутой костингист Спиннингист Американский продвинутый Я думаю, что тут вдохновляюсь именно Майка Аканелли На мой взгляд, это даже выглядит лучше, чем Абу Гарси Вот, я просто видел вот Абу Гарси Она такая Ну, не во всем она мне нравится Но вот здесь прям вообще Мне кажется, даже цвет покруче они сделали В общем, блин Вот в руки берешь и сразу вот прям круто Когда я сказал, что она лучше, чем Дайва Татула Я имею в виду заброс Вот, мне сейчас пока сложно оценить там Долговечность и так далее Потому что я был с ней всего одну рыбалку, грубо говоря Да? Несколько щук поймал Но заброс у нее точно лучше Потому что мы сравнивали Причем мы сравнили Татулу с облеченной шпулей И вот эту катушку в стоке Причем на Татуре был тонкий шнур А здесь был вот этот И это кидает дальше Причем с этой же палкой А на Татуре был лайт Восьмиграммовый воблер на этой катушке С этой палкой летит дальше Чем на лайтовом комплекте С Дайвой Татулой С облеченной шпулей Вот такой прикол Я сам был в шоке Но вот как есть Хотя мне изначально казалось Что с коробки шпули крутятся не очень Но, видимо, несколько забросов Она подраскрутилась Как говорится, подшипники подраскатались И все пошло-поехало Мы с вами попозже покидаем Так, давайте еще раз про катушку Кномы здесь у нас из ЭВД Они у нас на подшипниках Я думаю, что, скорее всего, на двух Вот Вес катушки И ее характеристики Там по намотке и так далее Я сейчас вам выведу на экране Где-то сейчас вот Тут они будут Потому что я их не запоминаю Мне не так это важно Мне важно, как она в эксплуатации, ребят То есть Я вообще не думаю, что Рыбаку, на самом деле, стоит заморачиваться Всеми этими диванными экспертизами Типа, ой, там у нее вес 120 Не знаю, там 195 грамм, а не 196 У нее там шпули На таких подшипниках, не на таких Вам же главное, чтобы она кидала Чтобы она ловила, правильно? Чтобы она вас не напрягала при рыбалке Чтобы она доставляла вам кайф и удовольствие Это же самые важные на рыбалке Вот Ну, просто по моему опыту Больше вот всеми этими мелкими ТТХ Заморачиваются Те, кто сидит в основном дома Вот Ну, никто на меня не обижаетесь, ребят Вот говорю, как я думаю По ощущениям Здесь прям вообще все сбито, все круто Еще раз начнем с ручки, наверное, да? Ручка металлическая К новой ЗЭВА На подшипниках Металлический регулятор фрикциона Звезда Кстати, достаточно эргономично удобная Никаких-то заусенцев, ничего нету То есть Я не знаю, вчера, по-моему, на автомате Уже вот так вот Подзажимаем фрикцион Когда я работаю Потом на видео посмотрите дальше Там будет вторая часть ролика Вот Что касается Севика Здесь он такой же, как на Шамана, грубо говоря То есть Он тугой Он плавный Очень такой То есть То, что надо Ничего у вас не откроется На дайве в этом плане Осевик похуже Вот на Шамана он прям Самое то И вот здесь Очень такой же, как на Шамана По ощущениям Как на Скорпионе, например Вот Он металлическая шайба здесь, да? То есть Вернее, не металлическая шайба Металлическая крышка В общем Сам вот этот Севой тормоз Вот эта крышка Она целиком из металла Вот Что тоже прикольно Опять же, как на Шамана Скорпионе, например У меня Вот По поводу тормозов Так, тут я просто баловался Со шпулей Тормоза Стандартная Магнитка Вот Я вам сейчас вытащу Да? Вот Не знаю Пять Этих грузиков Не грузиков А этих Магнитиков, да? Вот Металлическая шпуля Я, кстати, отдельно снял Где-то сейчас будет видео Там, да? Где-то там появилось на экране Как выглядит шпуля Без лески Да, без плетенки Вот И Ну, вы сейчас сами все увидите Да, то есть там Она точеная Она там с дырочками Другой облегченная Вот Что еще сказать Про катушку Ну, вот А вчера вытащил Самую большую Где-то на кило 200 Чучку И Я вообще как бы Спокойно Как будто Ну, не знаю Всю жизнь ловил Хотя взял и переброс руки Вот Если меня сейчас спросить Что купить За стоимость этой катушки Я Ребят, знаете Сейчас курс так меняется Я не буду вам говорить стоимость Вы потом по ссылке в описании пройдете Посмотрите стоимость Глазок здесь керамический Ну, короче, как обычно В принципе катушки сказать больше нечего Она удобная, комфортная, красивая Вот в руки еще раз берешь И прям вот Прям пипец Прям ощущение Крутой, дорогой вещи Теперь про палку Самое главное Что я сразу заметил Это Фуджиский держак Крутой Знаете, я сейчас вам покажу Просто еще один момент Почему он крутой Потому что вот так-то не видно Но мы сейчас катушку снимем Немножко это так Неправильно, конечно, так делать Но вот Так это вот Вчера грязь Потому что я еще раз щуку ловил Видите, здесь у нас Ну, надпись Фуджи Вам вряд ли это видно Я вам фотку подгружу Так, фотку убираем Здесь есть направляющие Направляющие для держака То есть здесь все вообще намертво Вот Это очень крутой Фуджиский держак Наверное, самый вот Мой любимый у них Который у Худжи есть Я вообще не знал, что он здесь стоит Если честно То есть когда палка мне приехала Так я думаю, афигеть Вот этот самый держак Чем он мне нравится Он очень широкий Вот в этом плане, да Широкий у него Широкий триггер И он, как бы сказать, тонкий То есть в чем Ну, частая проблема Когда вы ловите на мульт На, допустим На вуберы Он начинает вот эти движения Все твичинговые, да Туда-сюда И из-за того, что у вас Как правило Пальцы обхватывают вот здесь Да Триггер Вот тут Ну, как бы Между каким тут Безымянный и средний, да А у вас начинает Вот в этих местах Натераться и побаливать, да Все равно Через какое-то время Там проводите пять часов Начну болеть Вот это у всех так Это нормально Вот Но здесь Здесь это сведено к минимуму Потому что здесь все настолько тонко Что я вообще курка не чувствую То есть он тут есть Он фиксирует мне руку, да Но я не чувствую, что он как бы есть, да Ну, немножечко-немножечко Я его ощущаю То есть это на самом деле очень круто И то, что здесь широко Это тоже, как бы сказать Добавляет уверенности в хвате То есть На мой взгляд Это вообще самый крутой и лучший держак Который можно было поставить на кастинг И он здесь есть То есть это прям вот сразу Что мне бросилось в глаза Я такой сразу А, есть Типа, знаете, да О, да, они сделали это Они поставили Самый правильный держак Вот Что касается остального Ну, дизайн вы видите То есть Типичный такой стиль Кеденс Красиво все Логотипчик Металлическое лицо С надписью игр Разнесенная рукоятка Карбоновая шайба На ручке, да На прижимном вентиле Как-то правильно сказать Ну, в общем, понимаете Прижимное Прижимная ручка Давайте так обзовем Выглядит круто Вот И все вместе выглядит круто И палка подняется Выглядит круто Здесь такой Бордовый С металлическим Отблеском Цвет Не знаю, как сказать Какой-то Бордовый шоколадный Как вишневый шоколад Не знаю, как это называется Но как-то так Карбон здесь 30 тонн Двухчастник Да, то есть соединение у нас Вот такое Вот Нормально Просто по фотографиям Там не все подняли Некоторые подумали Что-то как-то будет Нижний Верхний колено В нижний вставляется Нет Нижний колено Вставляется в верхний Все как положено Вот Кольца здесь Fuji, ребята Сдержак Fuji И кольца Fuji Опять же Вы не увидите Вряд ли здесь надпись На кольцах Она как-бы есть Но она очень мелкая Поэтому я вам сейчас Подгружу фотографию Вот То есть Все на Fuji По балансу Все очень круто С этой катушкой И с другими тоже Вот Что мне показалось Изначально Допустим В этой палке Немножко напряженным Когда я только Ее первый раз Дал в руки Да, когда уйдет ЭТХ Она немного Мне показалось Тяжеловатой То есть Вес Я не запомнил Опять же Да, потому что Я не забиваюсь В этим угол Как я вам сказал Главное Это как Это у вас Лежит в руке Как вам комфортно Ловить Вот И это вот Топ Я вас уверяю Да Но вес Сейчас вы видите Грубо говоря На экране Вес вот этой палки Конкретно Моя модель У меня Фаст Удилище 7 футов Да То есть 2,13 2,12 Я не знаю Я точно не мерил Вот На сайте Производителя Написано 2,12 Но обычно 7 футов Имеется ввиду 2,13 Ну вы сами знаете То есть Берешь палку Она может быть И 2,13 И 2,14 И 2,11 Но я не конкретно Про это говорю Я про в принципе Все палки Которые есть Кастинговые Там будет написано Одна длина Она будет там Может быть чуть-чуть Немножко отличаться Причем У всех палок То есть Просто указаться Какая-то длина Которая Не знаю Лучше всего Подходит Плюс еще есть момент Вот этого стыка Как этот стык Учитывается Тоже вопрос Вот Но это не вопрос Что еще сказать Про палку Карбон 30 тонн Ну вот смотрите У них есть CR7 С карбоном 40 тонн Вот здесь 30 тонн Но он не сильно Отличается То есть Я вам так скажу А да Да Я про вес Говори про вес Я сбился с мысль Ребят Вес Не проблема То есть Она там весит Может быть там На 20 грамм Тяжелее Чем допустим Тот же CR7 Например Вот Ну которая Одночастник Но Этого не чувствуется Да То есть Когда первый раз Руки берешь Думаешь Ну Как будто Она потяжеловат Особенно если Ловите там Ультралайт Или на одночастники Вот Но потом Немножко проловив Вот я вчера Половил Я вообще забыл Про ее вес То есть Все У меня она же С рукой слилась Все идеально Все круто Вот Никаких проблем Качество сборки Кстати здесь Вот вообще Прямо отличное Вот Я не могу Придраться Абсолютно ни к чему Все собрано Просто идеально И катушка Собрана идеально И палка Собрана идеально Вот Построю это фаст И вот тут Интересный момент Здесь значит Длина у нас Как я сказал 7 футов Да 2.13 2.12 Ну Плюс-минус Вот И тест до 28 грамм Вот Чтобы вы понимали Вот этот тест До 28 грамм Вот Хрен знает Как вообще Все это указывается Да То есть Все производители Как-то по-разному указывают Я думаю Что если кидать на джик Я можно перегрузить Грамм до 45 Но кто будет ловить палкой 2.13 на джик На самом деле Это комплект На воблеры То есть вообще В принципе Весь этот комплект В частности Мы сейчас про палку В основном говорим Она для воблеров То есть для ловли щуки Вот Для того я ее и взял То есть обычно Когда мы говорим про джик Мы говорим Что-то уже там 2.40 Да Там 2.30 2.40 Конкретно Вот эта длина 2.12 Это на воблер Это на щуку Вот Еще раз Посмотрите После Как бы сказать С середины видео до конца Посмотрите Как я наел щуку с ней вчера Ну для меня вчера Я не знаю Как это будет для вас Когда вы будете смотреть данные видео Но для меня это было вчера То есть Сегодня у нас Пардон Сегодня у нас 23 сентября Значит щуку А у 22 Вот я вчера кидал И восьмидесятки Минохи Да И болисонг 130 Все работало Идеально То есть Для любых воблеров Она подходит Отличный комплект Для воблеров То и другое Так Давайте покидаем Что-нибудь Надо что-нибудь кинуть У меня тут есть 2 коробки с воблерами Давайте начнем Вот просто С того На что Я вчера Ловил Вот я вчера На 110 И 115 Ловил Вот конкретно На этот я поймал Вчера 3 Это значит у нас Копия по-моему На этот На мегабас Вантенн Вот я уж не знаю Сейчас Поймаем Что-то не поймал Если поймаем Это не по плану Я сейчас Не планирую Ловить А чисто Вот вам показать Вот Настройки тормоза Даже трогать не буду Так Куда бы нам кинуть Я не знаю Просто прям кинем Все Летит вообще прекрасно Вот пожалуйста Работа Со 110 Вобером Мегабасом Вантенном Ну это как бы Копия от Суеки Но это не важно Гидродинамические Характеристики Точно такие же Вообще кайфово Абсолютно Никаких проблем Вот Игра в обер Отлично раскрывается То есть Ну результат На видео говорят Сами о себе Как сказать Сами о себе Сами за себя Сами о себе Не важно Можно так и так сказать Вот Супер Супер вообще Вот Так Но это как бы сказать Несложная задача Да 110 Обер Это не сложно Вот сейчас Блисонг Дергнет Ох ты Чуть от вас Не уехал В воды Так А вот Блисонг Тяжеленький Блисонг По весе Как раз Двадцать Чем-то грамм Вот по поводу Граммов Вот этот тест Который указывается Насколько я понимаю Это тест По анимации Приманок На таких вот Удилищах Вроде этого То есть Имеется ввиду Что можно Ловить на воблеру Вес Про кастинги То есть Совершенно без проблем Я ребят Далеко особо Сейчас не швыряю Потому что Смысла нету Тут Вот Мы просто с вами Смотрим Вот видите Удилище Работаю Сейчас посмотрю Как работает Блисонг Надеюсь вам будет видно И как мы сейчас Подойду То есть Мой типичный Это этот Твичинг Быстрый И Блисонг У нас О Стороны Сторону Гуляет Как шальной Ничего более Упористого Чего Блисонг У меня нет Ребят Так что Извините Будем считать Что Блисонг У нас Прям эталонная Тема Для 130 Вот Если кто-то Спросит Дернет То он Рудру Ребят Но если Блисонг Дергает То Рудру Он Дернет Хотя Мы Сейчас Рудру Давайте Дернем Чтобы Вам Как говорится Не думалось Блисонг Отлично Вообще Вечется Красота Так Блисонг Убираем Рудру Так Блисонг Нафиг У нас Как раз Есть Белые Рудры Надеюсь Что Хорошо Видно Ну что Рудра Тест Любимый Тест Всех Всех А Черт Я поймал Сам себя Просить Ребята За мой Крик Надеюсь Сейчас Никто Не прибежит Выяснять Что Со мной Так Здесь Народу Бегает Я Вот Уже Второй День Пытаюсь Снять Отчасти Из-за Того Что О Какая-то Рыба Прошла Это Не Была Щука Как Думать Может Рудру Сейчас Мы Сейчас С вами Не Заброс Сейчас С вами Смотрим Твичинг Так Ну Что Давай Рудра Ну Рудра Вообще Без Проблем Оп Оп О Рудра Тест Пройден Рудра Твичится Без проблем То есть Ребят Для Сто Тридцатых Вот Этот Комплект Вот Эта Палка Час Без проблем Просто Катушка Можно На Джиге Использовать Сейчас Мы Сделаем Сложный Вопрос Под Поднимем Сложный Вопрос Вернее Да Мы Возьмем Что-нибудь Прям Совсем Легкое Пробуем Кинуть Так Здесь Совсем Легкого Нет А вот В этой Коробочке Совсем Легкое Есть Например 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 О Вот Это Так Это У нас Не помню Как его Завод А Тинни Магалон Точно 90 Ф Как бы 90 Но Знаете Это Не 90 Миноха На Сам Деле Он Весит 7 Что Летит Того Помню 7 С Половиной Вот Я То Что Не Помню Вроде Да 7 С Половина Гра Вроде Тинни Магалон Я Даже Тормоза Не Буду Трогать Он Улетел Он Вообще Обычно Не Летит Но Кстати Его Твич Бесполезно Его Надо Монотон Вести Может Какую Окуню Глупую Поймаем Так Не Совсем На Сам Деле То Что Я Хотел Так Я Хотел Показать Анимации Ну Ладно Так Вот Ну Тинни Магалон Летит Отлично Без Ких Либо Проблем Я Скажу Что Спиннингом С Тонким Шнуром Я Примерно Так же Бросаю А Вот Интересно Какой Мик У нас Клюнет На Него Здесь Вот Повести О Какая Активность Ребят Интересно Никто Не Идет Затинни Магалон Нет Ну Ладно Давайте Возьмем Что-нибудь Другое Я На самом Дехватил Какую-нибудь Миношку Небольшую По Твич Те Вам Показать Просто С Толстым Дерами Все Понятно Но Как Видите Заброс Все Окей Да То То Есть И Слушайте Немагалон Летит Маленький Так Вот Можно Взять Восьмидесятую Миноху Чуть У Нас С Анлида Что Ли Как Я Там Пантон 21 Так Погнали Попробуем Вообще Летит Ну То 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 Как Б Сказать Посмотрите Репо Анимации По Заброс Вообще Супер Это Стоковый Шпуль Это Все Стоковый Ребят И У Меня 100 Метров Толстый Плетенки 025 Намотан 024 Пардон Вот Посмотрим Как по Анимации То есть Восьмидесятой Миножки Как для Этой Палки Сейчас Узнаем Вообще Не знаю Идеально Такая же Анимация Как и Ну Не знаю Как и С Лайтом Который Обычно Ловлю На Такие Палки Обычно Ловлю Лайтом Но Вот Видите Блин Вообще Улетело Прям Пипец Сейчас Скажу На Сколько Метров Так У нас Каждый Десять Метров Меняется Как Как раз Закончилось Да Так Значит Это Десять Двадцать Вот Ровно Тридцать метров Ребят Тридцать метров Улетел В обе Который Весит Не знаю Грамм Восемь Штуль Весит Восьмидесятка Вот При том Что я Еще Тут Ничего Не Настраивал Катушка Еще Не Раскинут И Подшипники Не Прокапаны Так Мне Все Так Мне Очень Интересно Он Там Что Гуляет Ох Блин Пипец Еще Дальше Кинули Но Ненамного Сантиметров На Двадцать И Конечно Понимаю Что Сейчас Будет Глаза Все Очень Сильно Светить Но Мне Просто Очень Интересно Что Гуляет Вечно Вечно Хочется Попробую Что-то Кинуть Несмотря То Что Я Снимаю Обзор Все Рано Мне Вот Это Есть Чувство Что Надо Надо Кинуть Надо Попробовать А вдруг Типа Да Вдруг Он Клюнет А Я Могу Его Поймать Типа Да Не Клюнет Ну Ладно В общем Какие мои Итоги Сто Тридцатые Воблера У Поис Стабилизон Дергай Даже Запас Есть Я думаю 140 Дернет У меня Продинец 140 Если Был Я бы Попробовал Восьмидесятки Вообще Спокойно Давайте Знать Еще Что Нет Мы Давайте Еще Не Закончим Давайте Еще Кинем Крэнг Маленький Крэнг Не Совсем Конечно Головлевый Сейчас Запустим Небольшой Крэнг Что Они Весят Грамм По 6 Что Ли Так Ребят Маленький Крэнг Вес Где-то 6 Пойный Грамм Что Ли 6 Посмотрим Как Улетит Ничего Неменя Тормозах Ребят Ничего Абсолютно Вообще Без Проблем Ну В общем Выводы Мои Палки Следующие Сейчас Давайте Домогаем Хотя Нет Пусть Там Болтается Заброс И маленьких Весов И больших На высоте Вот И у Палки У Катушки То есть Можно Ловить Начиная От Маленьких Семидесяток Экранков Заканчивая Там 140 Выбираем Вот Этим Комплект На мой взгляд Вообще Дипа Очень Круто Выглядит Все Это Бомбезно В руке Лежит Удобно Стоит Приемлемых Денег За Эти Деньги Я не думаю Что можно Взять Что-то Лучше Потому Что Если Сравнивать С тем Же Самым Там С кем Я мог Сравнить Допустим Туже Катушку Вообще Нечем Сравнить Можно На лучшем И стоит Дешевле Так Вот Получилось Если Говорим Про Палку То Ближайший Конкурент Это Замикс Рексар И Затрикс Эксилон Вот Но Как бы Сказать Если Говорить Эргономику Эта Палка Лучше Чем Затрикс Чем Максимум Если Говорить Про Допустим Опять Же Эргономику И Универсальность Опять Рексар Эта Палка Превосходит Про Замикс Например То есть Я не знаю Ребят Что может быть Конкурентом Конкурентом У вот Этой Палки Катушки Может быть Только Другой Комплект От Этой Компании Вот Ну По моему Опыту У меня Много Разных Комплектов Я Честно Говорю То Есть Ну Как То Так Вот На данный Момент Если Вы Уху Ребята Вот Мы Обрыбили Комплект Так Вам Видно Ну Я вам Скажу Отрабатывает На все 100 По Виду Рыбка У нас Где-то Килл Ложка Килл Сто Вот Вига Рудилище И Катушка Уберт Нас Копи На Винг Ой Нет Это Винг 110 110 СП Это Копи На Этот Мегабас Ван Дэн Красота Ребята Вот Там И Рыба Я Уж Думал Сегодня Ничего Не Поймаю Так Пришел Покидать Супер Класс Так Все Навес Беру Навес Навес Удерюще Выдержала Так Чуть У нас Никак Я не уйду Отсюда Хочу Обзор Записать Вам Ребята В итоге Щука Ловлю Но Это Ах Ты Чтоб Тебя Блин Это Поменьше Тограм Простая Монотонная Провод Я Просто Выматывал Ребята Просто Хотел Бросить Второй Раз Видите Что Присходит Ну Ребят Комплект Работает Че Еще Могу Сказать Так Прошлая Камера Выкручил От Давайте Как Именно Как Мы Отпустим Вот Оттуда Так Ладно Давай Детка Гуляй Расти Все Дела Вот Ну Че Видно Че Немножко Он Пошла Фух Пусть И Немножко Крови Да Нормально Нормально Вот Это Обзор С вами Получается Ребят Ах Ты С Ну Вы Сами Все Видели Есть Стой Стой Есть Все Таки Все Таки Ребят Я Намолил Намолил На Другой Волбер Я думаю Это Та же Самая А Не надо Лепгриб Не надо Лепгриб Нужно Сделать Фотки А Ну А Ну Бера 900 Я хотел Сегодня Снимать Обзор Походу Я снимаю Рыбалку Вот Надо Чтобы Часть Обзора Ладно Подруга На фотосессию Ты сходила Начну тебя Выпущен Теперь Давай Сходила На фотосессию Все Вот такие Ребят Пироги Ты что Делаешь Так Так Не надо Поверь У тебя Вобер Называется Шет Его ведут Только Равномерной Проводкой Медленно Вот так Вот С такой Скорость Хочешь Показываю Его Не дергают Дергают Мину Вот Эти Вот И вот Чтобы их дергать Нужна короткая Жесткая палка Типа Вот Это Видишь Дубина Медленнее Еще Медленнее Вот Где-то Так Кто Мне там Написал Я на Убер Трех Поймал Здесь Сегодня Вот Смотри Раз Прямо Здесь Потом А Дам На Каменке Потом Смотри Еще Одно Еще Одно Лишь Убер Убер Всего На Щук Да Вот Если бы я туда сходил Это вопрос Не ходил Куда У вас Отправил Она бы Сразу На Убер Взяла Главное Как щуки Хочется Рыбак Должен Подстраиваться Чего Три Щуки Не поклевать Пока В смысле Я сегодня Трех Поймал Здесь Прямо Прямо Сейчас Прямо Секунду Нет Что Хотите Подпишись Чего Чего Почти Что Дела Делайте Кто Что Не хочет Надо Ух Спустим Конечно Хочется Что Не Вы С тихо не орите ребят меня видел тихо 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 не мешать так так ребят отойдите не мешать я ее отпущу ребят на что папа стартанула в общем такого не получился обзор рыбалка что еще добавить первую щуку я тоже выпустил просто я что-то не снимал на видео ребята чуть не подумал что надо я взял выключил когда на берег вывы как-то не включил потом уже так в основных снял там троих как отпускаю но очень не знаю ребят все ссылки комментариях в описании к ролику офигенно чумовый комплект я вот планирую этой осень щук ловить переток с ним вряд ли возьму что-то другое может быть только не знаю из приспичит очень сильно собираюсь ловить именно вот этим катушка точно теперь вот только это я и на джиг с ней пойду скоро вот и на выбора да она позволяет мне данный момент делать все что хочу вот возможно потом еще подсниму какие-то обзоры более детальные когда подольше половину пока что ощущение что это прям вот топ и стопа вот катушки дают 10 из 10 палки даю девять с вами здесь эти только из-за того что она некоторым покажется изначально да пока мере как написано тяжеловато но еще раз говорю я вот провалил я не чувствую тяжело я не чувствую тяжеловато по мне все офигенно удобно а вес это ребят ну вот конусность конусность американских бланков то есть они толстые здесь и узкие там грубо говоря то в начале вот но это круто потому что благодаря этому можем взять вот маленький крэнк вот так его швырануть короче вот и спокойно ловить и в тоже очередь мы можем взять 100 какой-нибудь 30 140 минул и твичить его тем же самым комплектом то есть вот этот универсальность она на мой взгляд как раз достигается за счет вот этой самой конусности очень ладно ребят подписывайтесь на канал заходить магазин увидимся следующих видео всем пока